Девушки отдыхают Что это? Да уж, мордой не вышел Сэр, многие считают вас привлекательным Я вообще-то про слона говорил Даю тебе ровно сутки, чтобы это исправить Мне? Чтобы этих ушей не было! Тут я бессилен Привет, малыш Дамбо Добро пожаловать в цирк Мы все одна семья И твоя тоже Дисней представляет Вам выпала редкая удача Это загадка Это магия Следуй за мной Вместе мы сможем достичь небывалых высот Ты волшебный слоненок, Дамбо Дамбо, малыш Все так, как мы репетировали Плюс свет, музыка, огонь и зрители Ну не пуха Лети, Дамбо Лети Дамбо То, что вы сейчас увидите Абсолютно реально Это не подделка И не имитация Я больше не увижу тебя Это голос Рут Бакстер Я больше не увижу тебя Этот голос был записан в августе 2003 года Рут Бакстер умерла в 1987 Электронный голосовой феномен ЭГФ Это процесс, посредством которого умершие общаются с живыми Через помехи, возникающие при работе электронных приборов Так называемый белый шум Я люблю тебя Я люблю тебя Убирайтесь из моего дома Убирайтесь из моего дома То, о чем мы даже не мечтали, возможно Те, кого мы любили, могут говорить с нами Мистер Ревес Хотите услышать Джону? Но если они могут вернуться Джон, любовь моя Джон, любовь моя Джон, любовь моя Кому еще открыта дорога в наш мир? Кто здесь? Одно дело связываться с умершими Другое вмешиваться Ты вмешиваешься О, боже Некоторые фильмы затрагивают такие вопросы Что люди, посмотревшие их, меняются навсегда Нет! Белый шум Я больше не увижу тебя Я хочу сниться тебе Ты вспоминаешь про меня Я хочу сниться тебе Проклинаю тебя Ты моя жизнь Прошу прощения, если все это не интересно Но мне кажется, он сам не верит в успех Хочу доказать ему Хочу доказать ему Что он не прав Но суть не в том Что я умираю А в том, что ты Вот-вот родишься Итак Вот факты Все мы умрем Неприятно, конечно, но это так Рано или поздно это случится Меня завтра может сбить грузовик Надеюсь, не очень большой Или когда я буду спать, пальма упадет Проломит потолок в спальне и убьет меня И мне конец Всякое бывает И если что-то подобное случится, будет весьма обидно Потому что мне многое нужно рассказать тебе В этом мире не так уж и много людей, которым я могу доверять Вообще-то, их нет совсем Так что я решил оставить тебе эту пленку, чтобы ты смог узнать обо мне О том, кем я был Ну что ж Это я Элеонор звонила Спрашивала, не смогу ли я опять быть казначеем в этом мире И что ты ей сказал? А что я мог сказать? Я не могу, я уехал на рыбалку Вернусь через 150 лет Очень смешно Но ведь рано или поздно нам придется сказать людям Знаю Интересно, правда? Никто не знает, как вести себя в таких ситуациях Да, Холмарку Следовало бы выпустить открытки для таких случаев Вроде В связи с неожиданной смертельной болезнью Боб Джонс оповещает вас о... Или можно на автоответчик записать Привет Этот Боб Джонс Считаете, что я уже мертв Но если вы оставите свой номер Держи Ненавижу это Ненавижу Я знаю, о чем вы думаете Таким образом 52-летний продавец миксеров для коктейлей Построил империю фастфуда из 1600 ресторанов С годовым доходом в 700 миллионов долларов Одно слово Настойчивость Основано на реальных событиях Отдел продаж Принц Кэссел Привет, Шон Рэй, как там у тебя дела? Отлично Чудесно Лучше никуда У нас заказ Шесть миксеров Куда именно? Макдоналдс Хотите экскурсию? Мы хотели сделать что-то новое И у моего брата возникли гениальные идеи Заказ готов через полминуты, а не полчаса Уникально, оригинально, совершенно исключительно Революционно? Именно так Революционно А это что? Золотые арки? Чтобы заведение выделялось Макдоналдсы должны быть повсюду Устроим из него франшизу Мистер Крок Франшиза 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 Макдоналдс Это новая американская церковь И открыта она не только по воскресеньям Режиссер Джун Ли Хэнкер Что значит деньги почти закончились? Ты заложил наш дом? Мы можем потерять всё Я хочу изменить условия этой паршивой сделки Не могу Или не хочешь? Рэй Что? Нет Зараза Что тебе нужно? Так это стать владельцем земли, на которой жарят эти гамбургеры Зачем тебе ресторанный бизнес? Работай с недвижимостью Корпорация Франшиз Рилки Это отдельная компания И она вне твоей компетенции В нашем курятнике лис, и мы сами его впустили Когда ты наконец остановишься? Наверное, никогда Прекрати немедленно А ты мне больше не указ У нас договор Договоры подобны сердцу И всегда топчут ногами В мире бизнеса Кто не основал, тот опоздал Бизнес — это война Человек человеку волк Я завоюю будущее Я хочу победить Эти братья — ваши партнёры Чтобы этого больше не было Любой ценой Это прекрасное имя Макдоналдс И оно принадлежит мне Это не так А ты в этом уверен? Основатель Автор сценария — Роберт Сигел Смотри Привет, я Сидни Я Бритни А я Таймин Джо АК-47 — самый лучший Если решил замочить кого-то Бери его, поверь Отличная штука Ничто не встанет между мной и моей Мака По роману Элмора Леонардо Фильм Квентина Тарантино Если бы у тебя был шанс Скрыться с половиной лимона баксов Ты бы им воспользовался? Да Пэм Грайер Сэмюэль Джексон Кто это? Это Боман? Что такое Боман? Парень, которого я уволил Роберт Форстер Бриджит Фонда Когда ты вышел из тюрьмы? Четыре дня назад За что сидел? Ограбил банк Надо же Майкл Киттон И Роберт Де Ниро Никогда не испытывал соблазна Джеки Браун Привет, народ! А чтобы стать мстителем, есть какие-то пробы или собеседования? Просто будь дружелюбным соседом-человеком-пауком И держись поближе к земле Ты Человек-паук Из Ютьюба Можешь призвать армию пауков? Нет, нет, конечно Его ты тоже знаешь? Я стырил его щит Я примерю костюмчик Как влитой Толстосумам вроде Старка Плевать на нас Мир меняется, парни Пора и нам измениться Это оружие ужасно опасно Слушай, Питер Забудь про летающего монстра С этим есть кому разобраться Паром для бандитов ушел в 10.30 Вы опоздали! Нет, нет, нет Нет! Нет! А если бы кто-нибудь умер? Я просто хотел быть как вы Ты должен быть лучше Верни мне костюм Но я никто без костюма Если без него ты никто Ты его не достоин Я облажался Перестань взваливать на себя Все проблемы этого мира Я хочу, чтобы ты понял Я пойду на все ради моей семьи Уверен, ты понимаешь, о чем я Не лезь ко мне Я убью тебя И всех, кого ты любишь Там же люди! Фу! Стервятник на свободе Я должен его найти Человек-паук Возвращение домой Главное, не делай глупостей Я смогу! Договорились? Да Как мы оказались здесь Ну и дра Жуткая вонь У нас было все Ты был кинозвездой, помнишь? Кто это? Он играл Бёрдмана Мне нравился этот плакат Вы автор адаптации Да, я И вы же режиссер И главный герой Да-да Амбициозно Вы не боитесь Что вашу постановку Сочтут попыткой смыть клеймо Замытого героя комикса Не боюсь Ведь еще 20 лет назад Я лично отказался От Бёрдмана 4 Бёрдмана 4? Всем спасибо! Будет Бёрдмана 4? И сейчас ты пустишь В расход остатки Своей репутации Нужно было соглашаться На то реалити-шоу Заткнись! Нет! Ты на кого полез? Я тебя придушу Я прав Ты меня достал! Джейк О, здоров Отдохнуть не хочешь немного? Признай, пап Ты затеял это Потому что до смерти боишься Как и мы все Что ты пустышка И знаешь, пап Ты прав Ты никчемен Послушай меня Ты был легендой, чувак Давай вернем нашу славу Вот это я понимаю Ты Бёрдмана Ты бог Эй! Вы серьезно? Или фильм снимаете? Фильм! Засранцы вы все! Музыка Он голливудский хлоун В костюме птицы Да, возможно Но он готов рискнуть всем И выйти на эту сцену Это вопрос уважения и признания Ты сам это говорил Когда втягивал меня в это дерьмо Мне выпал шанс Сделать что-то правильное Я им воспользуюсь Давай вернемся И покажем На что мы способны Ну ведь можешь Сукин ты сын Это дело для тебя Не будь гадом Дай в том Чувак, ты крот Я в артуре Две недели дома Идеальный отпуск Джейн предлагает Продать дом семье с детьми Привет, Петра Нет, Джейн Не пуха Черт Осторожно Жаль, что из дома не видно кладбище Так и не знаю, где наши могилы Мы дома Только два месяца как умерли И уже клянчите помощь Выгоняйте их сами Это ваш дом О, господи Мама убьет тебя За эти дырки Простыня стоит 300 долларов Шоу начинается Битл и Джус Я понимаю, что вы не все можете рассказать Но я знаю, что об этом должны узнать все Думаете, у вашей газеты хватит ресурсов для такой статьи? Уверен А вы? Бостонский священник развращал детей в шести приходах в течение 30 лет Церковь узнала и ничего не сделала Мы пока не начинали долгосрочное расследование этого дела? Нет, пока нет И ваша команда готова этим заняться? Спотлайт? Народ, слушайте Эта тема заинтересует всех Основана на реальных событиях Церковь без боя точно не сдастся Мне просто нужны общие сведения Я запрещаю вести запись в любом виде, ясно? Вы заключили с церковью несколько мировых соглашений Я не вправе это обсуждать Записи об этих соглашениях не существует? Нет Если ты бедный ребенок из бедной семьи И священник обращает на тебя внимание, это серьезно Как можно сказать нет Богу? Спотлайт Это горячая линия? Думаешь, он что-то знает? Я хочу копать дальше Мы должны сосредоточиться на институте Доказать, что распоряжения шли сверху Расследование лауре от пулицы русской премии Они постараются заткнуть каждого, кто откроет рост Отстаньте от меня, слышите, блин? 6% позволяют себе домогательство 6%? Это 90 священников Будь этих гадов 90, люди бы знали Может и знают Чтобы найти ответы Вы дадите мне имена И имена их жертв Вы мне угрожаете Они раскрыли правду Я выполнял свою работу Да, как и все остальные Я здесь, потому что мне не все равно Мы расскажем эту историю Расскажем правду Чтобы об этом узнали все Они нарушили молчание Надеюсь, все это останется между нами, пока мы не перейдем к согласию Так мы здесь за этим? Прийти к согласию? У нас две истории Одна о священниках-дегенератах А вторая об адвокатах, которые превратили насилие над детьми в кустарную промышленность Как увезли их нам опубликовать? Одна точно пойдет в печать Марк Рупфелло, Майкл Киттон, Рейшел Макадданс и другие Они псих, они контролируют все И не только в Бостоне, во всей стране По всему миру Они знали И они это допустили Это мог быть ты Мог быть я Мог быть любой из нас В центре внимания Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вики Вейл Брюс Уэйн А чем вы зарабатываете на жизни? Лейтенант, в городе появилась шестифутовая мышь? Классный прикид Ты хорошо выглядишь Я не спрашивал Своей боли я дал имя Кто ты? Я Бэтмен Откуда у него эти чудесные игрушки? Моя жизнь очень... Сложна Крылатый уродец терроризирует Это они еще меня не видели Джек Николсон И Майкл Китон В фильме Бэтмен Майкл Китон